И к другим темам. 16 тонн батареек отправились на утилизацию из Ярославской области в Челябинску в прошлом году, но использовано нами гораздо больше. В рамках новой экологической политики региона и национального проекта «Экология» наш регион стал одним из немногих, где теперь перерабатывают эти отходы самостоятельно. Все подробности в следующем материале. Срок годности вышел, а вот срок службы совсем нет. Получить из использованной батарейки металлолом за считанные минуты, а затем отправить его во вторичное производство – это то, чего раньше в Ярославской области не делали никогда. Процесс безотходный и безопасный. Наша система работает в замкнутом цикле. У нас отсутствуют выбросы в атмосферу, у нас отсутствуют стоки в канализацию. Все продукты, получаемые в результате переработки батарейки, имеют коммерческую стоимость. Какие-то стоят дороже, какие-то стоят дешевле, но это все возвращается во вторичный производственный цикл. Раньше использованные блоки питания отправляли в Челябинскую область. Теперь затраты на перевозку возьмут на себя другие регионы, ведь переработка батареек есть у нас. И ее объемов хватит и на соседей. Мы были вынуждены, собирая эти источники питания, разыгрывать торги и отправлять их в другой субъект нашей России. Сейчас это увеличивает и контроль за переработкой, удешевляет процесс, увеличивает контроль и логистику этого процесса. И это лишь первый этап реализации трехстороннего соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме. Между правительством региона, одной из ведущих компаний по производству батареек и предприятием по их утилизации. Переработку в деле оценили и общественники. Отрадно видеть, что вот инициатива общественников, которые начали устанавливать там емкости для сбора батареек в школах, учебных заведениях, магазинах, переросла в очень интересное и конкретное дело. Особо хочу отметить, это высокая производительность данного предприятия. Следующим этапом станет организация масштабного сбора батареек. Возможность принести блоки питания для утилизации появится в каждом уголке области. Софья Кременецкая, Денис Сахаров. День в событиях.